приветствую вас дорогие друзья с вами я анастасия час сегодняшнее видео я решила записать для новичков для тех кто только-только знакомится с финансовым рынком с рынком форекс хотя я полагаю что даже многие уже опытные трейдеры найдут это видео для себя тоже полезным и так вы видите на экране обычный график хотя я пользуюсь сейчас я переключу покажу хотя я вот таким пользуюсь графиком но сегодня решила записать на простом без всяких мувингов без ничего чтобы просто было понятно что я буду делать ну естественно конечно для новичков но хотя бы желательно имейте хоть какое-то понимание рынка хотя бы желательно знать первоначальные термины до словарь для работы на рынке имеется ввиду хлоу х имеется ввиду с лба и так далее ну хотя бы элементарные знания да что я хочу сказать многие новички когда только начинают работать конечно мало понимают куда вот к примеру если сегодня я буду записывать кстати для внутри дневной торговли дам такой небольшой ну вернее он не секретик такой вот простой индикатор как понять куда будет двигаться цена в течение дня вот что предполагается отрабатывать внутри дня потому что многие новички которые приходят на рынок и хотят работать и у них нет терпения быстрее зарабатывать естественно внутри дня им хочется открывать как можно больше сделок и закрывать естественно с плюсом поэтому этот это видео сегодня вам будет в помощь итак смотрите на экране для того чтобы понимать как будет вести себя цена внутри дня если вы собираетесь работать внутри дня я рекомендую вам таймфрейм м15 м5 м1 вот в помощи еще вот волшебный индикатор вы видите такая красная жирная линия я позже они тоже добавлю несколько слов смотрите сначала что мы делаем мы переключаемся на дни то есть таймфрейм дни и я увеличиваю да вот максимально увеличивая что мы делаем значит берем трендовую линию вот рисование трендовой линии хотя надо было наверно сделать чтобы показывать берем трэндовые линии нажимаем на нее и что мы делаем соединяем хай предыдущих двух дней вот это сегодняшний день мы его не трогаем вот вчерашний и позавчерашний день вот мы соединяем хай предыдущих двух дней вот смотрите соединили потом опять берем еще одну трендовую линию соединяем low опять-таки эти дней вот увидите вот соединили дальше что мы делаем опять нажимаем трендовую линию и от low вчерашнего дня то есть вот предыдущий не вот этого а предыдущего дня вчерашнего скажем проводим параллельную линию той который соединяет хай но немножко неправильно я на глаз ее он где-то вот так вот провели параллельную линию дальше ну собираем немножко так чтобы и еще раз нажимаем на трендовую линию и от хай предыдущего дня то есть вчерашнего мы проводим такую же параллельную линию которые вот соединила low предыдущих двух дней и теперь переключаемся на m15 уменьшаем и вот посмотрите видите как четко нам показывает это кстати пара евро доллар вот посмотрите на открытие что мы сделали пошли дошли до этой линии вернулись и откатили вернее к разворотной линии дня разворотной линии дня тоже посмотрите там видео есть как она строится разворотная линия дня и вот мы ведь откатили к разворотной линии дня и пошли вверх пробили ее откатили к этой линии эту линию мы пробили откатили к ней но не закрепились видите мы не закрепили что такое когда мы закрепляемся ниже или выше того или иного уровня там поддержки или сопротивления вот я вам объясню вот видите мы пошли вниз потом откатили это мы закрепились и пошли вот это мы закрепились потому что мы не дошли даже до от этой линии мы закрепились ниже и пошли вниз это стоило предполагать что все-таки движение будет вниз потому что мы закрепились ниже этой линии так и здесь смотрите мы пробились вверх мы вернулись откатили к этой линии но мы не закрепили потому что видите ее туда-сюда то есть как бы строго посредине до тестировали эту линию туда-сюда туда-сюда сделали еще попытку еще рывок вверх но мы не дошли до этой линии и вернулись то есть пошли дальше продолжили движение вниз то есть отсюда можно было спокойно становиться то есть нужно было становиться вниз видите мы пошли вниз пробили пробили разворотной линии дня видите вернулись к не откатили только прошпилили то есть закрепились все-таки ниже только ее прошпилили только хвостик бросили и пошли дальше вниз отсюда вот тоже я думаю мы пойдем дальше тестировать вот эту нижнюю линию и придем к волшебному индикатора я думаю что вот цель на сегодня сюда это где-то 1 121 56 но так как она не двигается ровно идет вот так вот вот мы можем предположить что пока сюда цена дойдет но по времени может и совпасть вот с этой линии вот что нам показывает как возможно будет работать пара евро доллар как будет двигаться цена в течение дня волшебный индикатором и обещала говорить посмотрите потому что есть видео на моем канале там так и называется волшебный индикатор вы посмотрите послушайте там и параметры как построить вот этот волшебный индикатор и как с ним работать как от него отталкиваться но в принципе он в помощь даже если это я включила m15 то есть на а если мы переключим ся на m1 то вы посмотрите и поймете вот он индикатор видите как даже еще уменьшим чтобы видите в начале дня видите как проработала до на открытие между вот волшебным индикатором и между вот этой линии туда-сюда туда-сюда то есть это как такая нам подсказка видите туда пошли туда-туда о том говорила о том что мы все-таки пробьемся вот пробились вниз закрепились ниже видите сейчас для понимания если на минутках работать то для понимания тоже это служит как закрепление мы закрепились ниже волшебного индикатора потому что даже не дошли до него отработали только разворотную линию дня закрепились ниже и соответственно можно было отсюда становиться дальше вниз то есть цена от пойдет вниз это совсем уменьшены если вот такой чуть-чуть видите вот это что касается такого расклада скажем так чтобы вы видели понимали как ведет себя цена внутри дня очень простой индикатор это скажем очень простое до соединение буквально там четырех линий проведение четырех трендовых линий и уже у вас более-менее понимание рынка на день я сейчас их даже давайте посмотрим это вот сегодняшний день я показала евро доллар а давайте вот посмотрим как отработала как отработала к примеру вчерашний день для этого мы соединим вот это у нас вчерашний день для это вот мы соединим вот два предыдущих вот посмотрите вот мы соединяем два предыдущих чтобы посмотреть как отработала и вот от лоу проводим вот и от хай эти вот это параллельный проводим и вот посмотрите видите как отработал вчерашний день вот строго от этой до этой линии это вы всего лишь провели вот 4 вспомогательные трендовые линии вот если переключиться на m15 вот вам будет видно вот он вчерашний день вот это разделительные периоды в разделитель периода фото разделяет вот это вчерашний день и вот посмотрите видите вот как отработал вчерашний день от этой линии и до этой линии верите вот она четко и кстати но Но об этом я буду уже в другом видео говорить, показывать маленькие такие тонкости. Потому что если мы посмотрим здесь, вот смотрите, то есть оттолкнулась от параллельной линии, которую мы провели от хай предыдущего дня. И дошли до параллельной линии, которую мы провели от лоу вверх. А если мы переключимся на пятнашки, на 15 минут, то мы увидим, что мы дошли до этой линии. Хотя на днях, видите, что нам показывает? Вот на днях. А на пятнашках мы дошли до этой, потому что вот я вам переключаю. И вот посмотрите. Предыдущий день. Видите? Так. Вот такое видео в помощь новичкам я записала сегодня. Надеюсь, оно было для вас полезным. А я благодарю вас за внимание. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями, спрашивайте, задавайте вопросы. Я с радостью вам отвечу на них. С вами была Анастасия Час и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok